Как Слово Божие говорит, со всяким постоянством, да, постоянно пребывать в учении, наставлении и наша внутренность и так далее. Знаете, друзья, здесь нужно иметь, с одной стороны, правильное понимание этого вопроса, потому что, да, если есть возможность, ты стоишь за станком, там, что-то режешь, да, у тебя есть возможность, и твой разум может быть, как говорится, быть свободен, это хорошо. Но бывают такие работы, связанные с умственной нагрузкой, да, о чем-то нужно думать, как говорится, переживать и что-то, какие-то решения принимать. Конечно, в этот момент вы не можете думать о Слове Божьем, и пускай ваша внутренность вас за это не осуждает. Это наша работа, это наше потребное, что мы делаем, да, но я думаю, что больше Слово Божие говорит к тому, чтобы, когда наш разум свободен, мы не были праздны. И вот в это время мы должны быть заняты Словом Божьим, рассуждением, и что, как уже было замечено, постоянство, не только от какого-то времени до какого-то, но чтобы это было нашей систематичностью, да, систематично было в жизни нашей. Потому мы воздухом дышим не только утром и вечером, да, что мы в нем нуждаемся, мы постоянно дышим воздухом, мы постоянно кушаем, да, каждый день, вот, и постоянство должно быть и в Слове, и в учении, и так далее. И как нас, как еще было подмечено, как нас ночью может учить нас внутренность наша, как ночью мы можем пребать с Господом. Одни могут понимать так, я должен всю ночь молиться, знаете, или кто-то говорит, а я должен обязательно ночью вставать молиться. Да, если есть такое внутреннее побуждение, я так еще скажу, если есть физические силы еще на это. Как-то, я расскажу такой небольшой пример, как-то, значит, мы жили у одной сестры с братом, он уже в другое место себе живет, многие знают, вот, и она говорит нам так, вот вы, лодыри, ночью не молитесь, а мы утром сейчас вставали на утреннюю молитву в церковь, приезжали к 7 часам каждый день утра, а потом шли на учебу. Вот, надо на истинных христианин по ночам молиться и так далее, и так далее. Ну, брат уже не вытерпел, говорит, ну и хорошо, мы тоже будем ночью вставать молиться. Вот, 3 часа договорились, 3 часа будем вставать. 3 часа ночи наступает, и знаете, а у нее такой, походка такая шоркающая у этой сестры. Она идет ногами шоркает, и это шорканье в голове таким звоном отдается. Охота спать, сил никаких нет. Она топ-топ-топ-топ. О, вставайте, молиться пора. И вот мы так в течение месяца молились. Из немогли до всех пределов. Естественно, никакой молитвы нет, и, как мы говорим, об исполнении духом ничего даже помине такого нет. И месяц мы так продержались, и я этому брату говорю, ты сказал да, а теперь ты должен сказать нет. И мы отказались от таких молитв. То есть нужно иметь тоже здравость в своих поступках и своих действиях. А как ночью может учить внутренность? А очень просто. Если ты вечером лег на, как говорится, на ложе свое без обид, огорчений, сердце твое свободно, ты помолился, утешился Богом, и ночью внутренность твоя будет учить тебя через сновидение. А может быть, просто твой дух будет принять в покое, и ты утром встанешь, и дух твой будет славить Господа. Ты в хорошем состоянии. И ночью ты был с Богом. Да поможет нам в этом Господь. У нас с вами впереди тема о взаимоотношениях в семье. Более уже конкретно, какие аспекты и название этих тем скажет брат Хачатур. Там также будет тема о взаимодействии учителя, служителя и родителя. И какие еще аспекты будут, он скажет. И мы настроим наши сердца, у кого, как говорится, записи будут вести запись. Я думаю, брат Хачатур сильно быстро читать нам не будет. И после, чтобы мы могли и понять, и записать. И после, какие у вас будут вопросы, готовьте. Мы с Божьей помощью будем на эти вопросы отвечать. Слава Богу, братья и сестры. Я вот уже начал волноваться. Потому что как бы уже аудитория другая, больше родителей. И когда мы работаем с учителями, мы можем им говорить вот так, вот так, вот так и вот так. Где-то академический материал, где-то практика нашей жизни, нашего служения. Да, родителей – это опыт жизни. И не всегда этот опыт жизни можно разложить с помощью академического материала, какие-то тезисы, или же это все разложить по пунктам. Но тем не менее, друзья, наша тема, она охватывает очень большой круг вопросов. Звучит это так. Звучит наша тема следующим образом. Взаимоотношения между служителями, родителями и воскресной школой. Вопрос непростой. Взаимоотношения тоже непростые. Но об этом мы сегодня говорим, друзья, в контексте одного очень большого дела. Это наши дети. Они волнуют родителей, они волнуют церковь, и в этом участвует воскресная школа. Самое дорогое, что есть в наших семьях, кто это или что это? Это дети, правда? Самое дорогое. Мы для них живем, для них работаем, для них строим дом. Хотим, чтобы у всех была комната, правда? Вот это доченьки, вот это сыну, вот это еще. И мы живем для них, друзья. Человек на земле живет для Бога и для семьи. Если кто живет только для себя, то это печальная судьба. Мы не живем для себя, согласитесь. Если вот сесть, проанализировать. В голове только то, что купить дочке, что купить сыну, что купить жене, да? А жена думает, что купить мужу. А потом в конце, ой, я себе сапоги не купила. Бывает так, сестры, да? Уже зима на носу, а сапога еще нет. Все в осенних или весенних туфлях мы ходим. Ну, так наша жизнь устроена. И это от Бога, друзья. Это от Бога, что мы, забывая о себе, заботимся о наших детях. Но если бы жизнь была так устроена, что, потратив деньги на детей, купив им сапоги, куртку, пальто, шапку, учебники и какие-то еще житейские предметы или вещи, накормив их и уложив спать в отдельную комнату, если бы на этом все заканчивалось, наверное, все мы были бы счастливы, правда? Но, к сожалению, это даже не половина наших забот. Даже не половина. С этим многие из нас бы справились, друзья. Если не легко, то с трудом бы справились. Но есть другие вопросы, с которыми мы порой не можем даже с трудом справиться. Просто опускаем руки и плывем. Вот куда нас несет эта река, вот так и плывем. Я вот этой осенью, мы с семьей, ну, не с полной семьей, но я жена и трое наших детей, у меня семь детей. Ну, с тремя из них мы плыли из Калининграда в Санкт-Петербург. И вот плывет корабль и плывет. День плывет, второй день плывет. Ну, думаю, ни берегов, ничего не видать. Я говорю, ну, куда-то же доплывем. Вот раз попали в корабль, он уже нас везет или там несет по волнам. Вот так и бывает. Попали мы в проблему, и она нас куда-то везет. А мы даже не знаем, куда этот корабль нас вывезет. К какому берегу. То наша сегодня, друзья, цель и тема, чтобы нам объединить наши усилия. Объединить наши усилия. Вовремя взять в свои руки штурвал этого корабля и управлять им. Если это не умеем мы, родители, делать, то нам помогут служители. Если это не могут делать служители, друзья, то мы, родители, поможем им. Вместе мы что-то сможем сделать. В розни очень трудно. И на то есть весьма весомые причины. Итак, нашу тему, друзья, мы разобьем на несколько частей. Но прежде чем мы подойдем к теме, я хотел бы прочитать из Евангелия от Луки, с 18 главы, два стиха. 15 и 16. 18, 15, 16. «Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал, «Пустите детей приходить ко мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царство Божие». Мы заметим, друзья, кто приносил детей к Иисусу. Как вы думаете, здесь не указано. Но мы так понимаем, что кроме родителей никто бы их не принес, правильно? Родители, они больше всех в этом заинтересованы. Эти родители поняли, что к Иисусу надо сегодня наших детей принести, чтобы он их благословил. Знаете, в древности был такой обычай, когда приходил, возвращался с каких-то военных действий предводитель и возвращался с победой, и тут народ встречал его в славе, с торжеством, то знаете, что делали мамы? Они брали своих маленьких детей на руки, бежали к нему навстречу, чтобы он положил на них руку свою. И как бы считалось, что благословение этого победителя, это вот действие победы перейдет на их детей, и они вырастут такими же героями и смелыми. Ну, может быть, здесь был какой-то языческий обряд, друзья. Но когда мы наших детей приводим к Иисусу, это благословенно. И самое, друзья, удивительное заключается в том, что в этом воля Божья. И Он ждет наших с вами детей. И ждет их в младенческом возрасте. Поэтому, мамы, смело несите своих детей к Иисусу. Смело. Он очень ждет их. Он их очень любит. Наши родители с детства нас, знаете, вот много мы учили, и я им за это очень благодарен. И отец говорил, знаете, детки, у нас было пятеро в семье, мы ваши земные родители, но на небесах у вас есть Отец. Он дал вас в нашу семью временно. Мы вас воспитаем, вы вырастите, но Его воля и Его слова на первом месте для вас должны быть. Мы не можем вам ничего сказать сверх того, что сказал Бог. И это они регулярно насаждали в наше сознание. То в молитве, то в беседе, то еще как-то. Но это делалось настолько ненавязчиво, настолько аккуратно. И вот мы выросли, и, знаете, вот хотим мы того или нет, но мы уже так понимаем жизнь, что есть на небесах у нас Отец. И они как бы вовремя это сделали. Да благословит нас Бог. Итак, наша тема взаимоотношения родителей и служителей воскресной школы. Первая часть нашей темы звучит так. Актуальность вопроса. Актуальность вопроса. Настолько это сегодня значимо для нас? Или мы говорим о каких-то пустых вещах? Дьявол и мир очень заинтересованы в наших детях. Это никого из нас сегодня, друзья, как бы не удивляет. Это факт. Так было во все века. Дети – центр внимания общества. Того общества, которое видело перспективу роста и развития. И поскольку это так, то всегда человек стоит перед выбором. Один выбор – это семья и внутрисемейная обстановка. Второй выбор – то, что вне семьи. Эти два фактора всегда влияют на ребенка. И когда он вырастает, он будет тянуться или в семью, или из семьи. Или в семью, или из семьи. Или он будет восхищаться тем, что было в семье, или с радостью расторгнет эти узы и даже не захочет вспоминать этого. Второе, друзья, что нас сегодня волнует? Мир повысил качество обольстительного действия своего. И так уж устраивается жизнь, что повышается не только качество, но еще время работы с нашими детьми. Не так ли? Посмотрите, ребенок утром пошел в школу. Во сколько он приходит? К часу, да, где-то? В лучшем случае. Бывает и к трем часам. То там еще какие-то программы, и все же это имеет свое действие. Так же? Но мы же и не запретим. Такова схема обучения в нашей стране. Или в городе, или в поселке. Пришел он домой, покушал. Что он делает? В лучшем случае уроки, да? А бывает на улицу побежал. Ему же надо развеяться, это же естественно. Ну и тут и друзья, и все остальное. Но заметьте, что как мы были в детстве, и как сейчас дети на улице, разница есть. Так же? То раньше мы выбежали на велосипед, и побежали там где-то. То могли бы даже в лес уехать, и родители не переживали. А сейчас полчаса ребенка нет перед глазами, уже думаешь, куда он делся. Да, куда они пошли, и начинаем розыск уже вокруг, где он есть ребенок. Но потому, что мы жили в другое время. Сейчас вышли на улицу, у них и сотовые телефоны, у них и не понять какие развратные разговоры, и наркотики, и что угодно, друзья. Это улица. Кроме того, вот он пришел с улицы, ему надо уроки делать. Если это ребенок уже старших классов, 6-7 класс, часть уроков надо с компьютером делать. Ну, раз он зашел в компьютер, что-то сделал, ну, надо в интернет хотя бы один раз нырнуть. Нырнул в интернет, ну, там на 10 минут не получается. Ну, в итоге, если к вечеру ребенок освободился, то хорошо. Вот представьте, получается, целый день он находится в таком информационном поле, которое порой не безобидно, друзья. И возникает вопрос, а как нам быть и что нам делать? К этому хотелось бы добавить другое, что мир еще использует. В отличие от того, что мы пережили в нашем детстве, сегодня влияние мира, то ли это оккультное, то ли это развратное, то ли это жестокость какая-то, то ли какие-то извращенные понимания жизни. Это влияние стало не только высокого качества, оно стало индивидуальным. Индивидуализация влияния мира. Что это значит? Это значит высокоточное действие. То есть, вот он у тебя телефон, и в этом телефоне все для тебя. Вот тебе надо в интернет зайти. Раз-раз, и ты в интернете. Пошли письмо на такой адрес, и получишь вот это. А хочешь подружиться с девушкой или с мальчиком, вот набери код, служба знакомств, и тебе пришлют то, что надо. То есть, вот она, нигде искать не надо. Индивидуальная работа. Вот он твой персональный компьютер, и вот он ты. И вот он твой мир виртуальный. И масса этих виртуальных программ, то есть, которые реально не существуют, но они есть, и они влияют на тебя. И фактически человек вошел в другой мир. Это настолько близко, настолько доступно, и соблазн очень высокий, друзья. А теперь давайте мы посмотрим на себя, друзья. Снижение духовной обстановки в семье. Вы согласны? Снижение. Фактически так оно и есть. Чем мы сегодня увлечены? Где заработать? А если кредиты, как закрыть кредиты? Правильно? Если вечером мы пришли и как-то могли вот успокоиться от наших забот, то это хорошо. А бывает и этого нет. Снижение времени работы с нашими детьми и общения. То есть, не только духовный уровень семьи снижается. Снижается духовная работа в семье. Как по времени, так и по качеству. Согласны? Уменьшается время общения с детьми. Нет этого времени просто. И вдруг возникает ситуация, в которой мы обнаружим, что дети наши уже нас не признают. Как за авторитет, как за личность, которого надо слушаться. Ну, папа, папа. Ну, мама, мама. А если еще мирские друзья смеются? А, папа тебе не разрешает. Ха-ха-ха. Или ты маминкин сыночек? Это их всегда цепляет. И они эту агрессию приносят в дом. И чтобы доказать, что они не маминки сыночки, да, и не папинки, то, значит, они дома конфликт обязательно сделают. С тем, чтобы доказать, что это я. Мы говорим, друзья, об актуальности вопроса. Кроме того, хотелось бы сказать, что мы родители порой не имеем реального духовного авторитета в семье. Я не говорю о авторитет папы или мамы. Я говорю о духовном авторитете. Духовный авторитет – это что-то большее. Когда нас признают за духовных людей. И отец или мать в любых обстоятельствах, они авторитеты. Я однажды посетил моего друга, он живет в другом городе. И они выросли в полухристианской семье. Их было где-то девять детей. Отец много пил, а мать была христианка. И вы знаете, друзья, она своих детей, кроме старшего, всех остальных вырастила христианами. Христианами. И все дети трудятся в церкви, друзья. Один сын епископ, второй пресвитер. В разных церквах, в разных странах. И что меня удивило, когда мы собрались в доме их матери, меня удивило то почтение, которое они оказывали своей маме. То уважение. Ну, естественно, пришли зитья, пришли невестки. И все мама, мама, мама. Она уже пожилая такая, знаете. Ну, это почтение было. Она для детей была духовным авторитетом. Даже в этом преклонном возрасте. Все-таки нам нужно об этом заботиться, сестры, братья. Я помню слова одного служителя. Мы были у него в гостях. Это было на Украине. Мы проездом заехали, пообщались буквально там час-два и уехали. И он говорит, братья, говорят, что на авторитет работать нехорошо. Но поймите, что без авторитета трудиться не будешь. На авторитет нужно работать, сестры, братья, особенно в семье. Об этом заботьтесь. И мы должны помнить, что каждый наш поступок или поднимает наш авторитет в семье, или понижает его. Но потом нам этот авторитет будет очень нужен. Очень нужен. В нашей церкви я знаю семьи, где муж страшный гонитель веры. Он запрещает жене ходить в церковь. Он их притесняет, он их гонит. Но она ходит в церковь и молится за него. Все дети в церкви. Все дети в церкви у нее, друзья. Как она могла приобрести такой авторитет, что отец ничего не может сделать с детьми? Они уже выросли, некоторые из них. Папа, мы тебя любим, а в церковь мы пойдем. А что он сделает, когда одному 20 лет, а дочке 18 лет? Ничего. Папа, ну ты хочешь побей нас? Хочешь, поколоти, но мы пойдем в церковь. Авторитет матери. Да поможет нам в этом Господь. Второе, о чем я хотел сказать, или следующее, что хотел сказать, друзья. Доминирующая внутрисемейная идеология. Доминирующая можно заменить более понятным словом. Господствующая внутрисемейная идеология. То есть, что является объединяющей семью идеологией. Первое. Это может быть прекрасная христианская семья. Они любят Бога. Вопрос богопочитания в церкви, то есть в семье, поставлен высоко. Каждый вечер они собираются. У них служение вечернее, внутрисемейное. Полчаса. Может быть больше. Они почитали слово, помолились. Порассуждали, как прошел день. Какие вопросы по прочитанному появились. И может быть, это, знаете, как-то и забудется. Но у детей в сознании уже остается печать, что в семье главное – это духовность. Они поговорят о церкви, о важности служения в народе Божьем. Давайте другую идеологию посмотрим в семье. Главное, чтобы дома всегда был порядок. Чтобы огород был в нужном положении. Главное, я не говорю, что это не надо делать. Но это поставлено во главу всего. Дети все должны работать. Дома должно быть все чисто. А не успели помолиться – ничего страшного. Огород скопали – молодцы. Все убрали, помыли – молодцы. Ну молиться, ладно, завтра помолимся. Ну сегодня все уставше, Библию не почитаем. Но главное – эти вещи сделаны. Отсюда исходит другая позиция. Главное – это зарабатывание денег. И можно так воспитать детей. Знаете, что главное – это зарабатывание денег и хлеба. Церковь, ну сегодня не пойдем на собрание, детки, мы не доделали вот это. И завтра не пойдем. А съезд молодежный, детки, останьтесь. Останьтесь, у нас тут еще, мы этот день заработаем немало денег, а вы на съезд поедете. Я знаю такую ситуацию, друзья. Когда я имел общение с одной семьей, многодетная семья, хорошая семья, подросли старшие сыновья. Я начал с ними как-то общение учащать, вот как-то вывозить их на молодежные. И они очень хотели, очень хотели. Они были прекрасные помощники в семье. Ну, говорит брат Хачатур, ну мы бы хотели поехать, но как-то мы не можем маме отказать, она просит помочь, детей много в семье. Я звоню, говорю, сестра, отпусти детей на съезд. Ну, один раз отпустила, с трудом. Второй раз, прости брат Хачатур, не могу, мне надо помогать семье. Надо, чтобы все было порядок, чистота, я не успеваю, тут надо и приготовить, и в магазин сходить, и многое другое. Поэтому, прости, я их не отпущу. Хорошо, еще раз съезд, еще раз не отпущу. Ну, третий раз уже я так боюсь даже звонить. Прошло пять лет. Эти мальчики, которым было 14-15 лет, им стало сколько? Посчитали, да? 19-20. Они поступили в институт. Умные такие, талантливые дети были. И они сказали, мама, мы в церковь не пойдем. Хотите, идите, а мы не пойдем. А они уже здоровые, тяжелые. Что мама сделает с ними? Ничего. А помогать, пусть тебе помогают уже другие дети. Нам некогда, мы учимся. Она звонит, брат Хачатур, забери их на съезд. Говорю, да пожалуйста, но, по-моему, таких мы не берем на съезд. Они мирские стали. Они мирские стали. А то мы пришли на беседу с ними, они сидят, такие умные речи начали говорить. Братья, может вы неправильно понимаете, как надо Богу служить. А Бога, может, вообще нет. Я слушаю. Приехали. Приехали. И долгая дорога бедствий, искушений и грехов посетила эту семью. Сколько она потом плакала. Сколько плакала эта мама. И говорила, да, я не права. И моя вина. Мне казалось, что мои дети это все ангелы, и никогда у них плохого не будет. А я центр вселенной, я все управляю. Но так получилось печально. Пусть Господь благословит, друзья. Правда, спустя год эти дети и пришли в церковь. Но с большими печальными последствиями, которые шли за ними и до сих пор идут. Тоже это была домашняя идеология. Есть еще другой вариант, когда в семье никакой идеологии нет. Вот растут дети, ну и пусть растут. Семья живет, плывет корабль, ну куда-нибудь приплывет. И вот мы живем, и живем, и живем. Это очень опасная ситуация. Очень опасная ситуация. Кто-то будет формировать мышление наших детей. И что сформирует? Это уже проблема. Компьютер сам по себе ничего не значит. Это кусок железа, пластмассы, еще чего-то. Но программа, которая в ней заложена, она делает все. Вот так, когда, дорогие друзья, мышление ребенка будет греховным, жестоким, дерзким, бунтарским, этот ребенок много беды принесет и в семью, и в обществе, и в церкви. Но если он вырос почитающим Бога, то он принес славу родителям, благословение в церкви и угодная жизнь перед Богом. Да благословит нас Господь! Немаловажный фактор отношения родителей к церкви. Их труд в церкви. Родители, они рисуют свой портрет духовный перед детьми своими поступками. И уже в сознании ребенка понимается, что в церкви трудиться обязательно, потому что папа там. Мама тоже участвует в церкви. То есть он понимает, что я должен трудиться в церкви. Этот вопрос всегда высоко поднимается в семье. А если другое? Там делать нечего. Мама, можно я на хор пойду? Да нечего заходить, там без тебя споют. Мама, вот мне дали стих выучить в воскресной школе. Мне некогда с тобой учить, это и не надо для духовности. Без этого я выросла и служила Богу, для спасения это не влияет. Хорошо мы так делаем? Нет. Либо это не надо, не надо. И он потом вырастает, и ему ничего не надо. Кроме того, отец трудится в церкви, а мать всегда недовольна. Опять он пришел поздно. И в присутствии детей начинает возмущаться. Опять тебя нет в семье, опять ты не дома. Дети все без тебя, мы даже не помолились, мы ждали тебя, дети легли спать без молитвы. Хорошо делает мама? Она делает преступление перед своими детьми, не осознавая, какую разрушительную работу она делает в своем доме. Может ли же это мама сказать? Дорогие детки, папы нашего нет дома. Он трудится в церкви. Давайте помолимся вместе за него. Это ж лучше, наверное. Лучше. У мамы в семье достаточно всегда и власти, и прав собрать семью на молитву, помолиться, чтобы они даже слово почитали детки по очереди. Она и вопросы им задаст. И при таком положении дел авторитет матери будет очень высок. И авторитет отца она повысит в глазах детей. И ей легче будет управлять семьей. Потому что реально, вот есть два понятия, да? De jura и de facto. То есть, или по факту, или как положено. Положено, чтобы семьей управлял кто? Муж. По закону. Но реально управляет семьей жена всегда. Ну реально, так есть. Так же? Она больше времени с детьми. Она готовит, она стирает, она обшивает. Все вопросы у нее. Если жена перестанет управлять семьей, муж сразу возопьет. Фактически так есть. Друзья, так есть фактически. Но мудрая жена устрояет свой дом. Она всегда поднимает авторитет мужа в глазах детей. В глазах всех людей. Если где-то муж имел недостаток, она этот недостаток прикроет. А муж у нее известен. Известен у ворот. Как почитаемый, уважаемый человек. И в этом очень большая заслуга жены. Еще, друзья, хотел бы я говорить вот о чем. Это следующая часть нашей беседы. Первая часть, это была актуальность вопроса. Вторая часть, семья, как часть единого процесса домостроительства Церкви Божьей. Апостол Павел в послании к Коринфянам говорит, что ему дана или открыта тайна домостроительство Церкви Христовой. Это домостроительство имеет свой проект, свой механизм и свою последовательность. Он говорит об основании, он говорит о краеугольном камне, он говорит о материале этого строительства. И вот семья, это есть часть этого домостроительства. И не случайно в послании к Коринфянам, в первом и во втором, апостол уделяет немало внимания вопросу семьи, вопросу брака, вопросу взаимоотношений в семье. Так вот микроклимат это очень большое дело. Где мы живем? Мы можем жить в хороших домах, ездить на хороших машинах, тепло одеваться, одевать хорошие туфли, теплые шапки, дорогие куртки. Но если климат вокруг нас будет влажный, холодный, постоянно ветры, мало солнца, то будет плохо, да? Точно так, если мы в семье сделаем все, у нас будет и достаток в семье, как бы ни в чем не будет материальных проблем, но микроклимат будет отрицательный, то последствия ее обязательно будут такими же отрицательными. Подумаем, с чего складывается микроклимат в семье. Самое начало. Помогите мне, пожалуйста. Кто может сказать? С чего складывается микроклимат в семье? Отношения друг с другом, да? И еще с Богом. Согласны? Отношения мужа и жены это есть их духовное состояние, главная составляющая микроклимата семьи. или в этой семье будет комфортно или будет проблемно находиться. Вы никогда не ощущали, вот вы посетили семью, да? Вы еще не послушали, как они разговаривают, кричат или не кричат, да, грубят или нежно говорят. Но вы зашли в семью, а себя чувствуете плохо. Бывало так? Вот что-то давит, какой-то вот дискомфорт в семье, то есть в сердце, да? Мы как-то с одним нашим служителем посетили одну семью, проездом проезжали и заехали, там оставили машину нашу, небольшой ремонт надо было сделать и дальше поехали. И оттуда уже выезжаем. Ну, знаете, если внешне посмотреть, все идеально в семье. Семья состоятельная, муж всегда с улыбочкой, вот моя дорогая жена и так далее, да. И она там как-то... Ну, в душе дискомфорт у нас. Не у меня. А он мне говорит, ты знаешь, у них очень большие проблемы в семье. А он первый раз в этом доме. Я говорю, с чего ты взял? Ну, все вроде есть. Он говорит, что ты не заметил? Он мне раз сразу все разложил, показал. У них очень большие проблемы между собой. Хотя внешне он самый лучший, как будто муж. мы можем скрыть от внешних глаз наши личные отношения друг с другом. Но они незаметно будут влиять на наших детей. Это будет холод, это будет сырость, это будет отчужденность в семье. А если муж и жена имеют какие-то, знаете, натяжки, обычно природа человека такова, что всегда хочется. А, ну раз так, пусть тебе будет плохо. Так тебе и надо. Муж на жену, а жена на мужа. Если не в словах, то в уме они-то этого желают. А это влияет на детей. Другая составляющая микроклимата семьи это исходящее из первого фактора.